Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Недавно я вам показывал Fideos con Mariscos, традиционное испанское блюдо, макароны с морепродуктами. И тут же множество народа меня просветило, что морепродукты в России дороги. Они в Испании дороги. Например, чищная каракатица стоит 9,5 евро за килограмм. Почему каракатицу для сравнения взял? Потому что это один сплошной белок, то есть костей там нет. А вполне приличная свинина для сравнения 3,5-4,5 евро за килограмм. В том рецепте я аж мозоль на языке набил, поясняя, что главное в рецепте не набор продуктов, а сама технология. Но чувствую, говорить бесполезно. Поэтому сегодня готовлю по тем же самым принципам. Те же самые макароны, но с курицей. Куры-то у вас есть. А в качестве овощной составляющей у меня будут лук, чеснок, морковь, несколько разных сладких перцев, зеленая стручковая фасоль, зеленый горошек. Я взял разный перец. И кроме вот такого стандартного болгарского сладкого, ну, может быть, сладковатого, конечно. Я взял вот такой вот зеленый. Он по вкусу наиболее близок к тем, которые в летнее время в России местные фермеры продают. То есть не такой приторно-сладкий, как болгарский, но более пахучий, более насыщенный, что ли. Еще понадобится хороший насыщенный куриный бульон и примерно 3,25 стакана протертых томатов. Курица готовится раз в 5 дольше, чем морепродукты. Поэтому сегодня процесс начинается с обжарки птицы. Я для этого использую оливковое масло. Выкладывать надо, разумеется, в разогретое, иначе все к дну приклеится. Огонь средний, а я тем временем нарежу чеснока. Мельчить не надо, иначе мелкие кусочки могут быстро потерять свой сок и начнут гореть. А курицу надо аккуратно перемешать и можно уже добавлять чеснок. Он сейчас начнет активно ароматизировать масло, а наличие тут больших кусков птицы не дадут ему сгореть. А дальше нарезаю лук довольно мелким кубиком, так, чтобы размеры примерно соответствовали кусочкам чеснока. Вообще говоря, для большей эстетичности готового блюда хорошо бы, чтобы лук, чеснок, морковь, сладкий перец были нарезаны размером вот в такой горошек. Глаз-алмаз. И лук тоже отправляю в сковородку. А теперь займусь морковью. Почему сначала чеснок, затем лук и только затем морковь? Потому что лук содержит много сока. И если его положить в начале, а затем морковь-чеснок, то лук этот сок при обжарке выделит. В результате чеснок и морковь начнут тушиться, даже практически вариться в этом соке. А мне нужно, с одной стороны, получить ароматизированное масло, ароматизированное чесноком. А во-вторых, поджаристую морковь. Ведь в моркови много сахара. И хорошо бы для вкуса будущего блюда, чтобы этот сахар в моркови карамелизовался. Нет, можно было бы, конечно, в теории вообще все по частям обжаривать и обжаренные овощи выкладывать на тарелочку. Ну, я считаю, не надо множить сущности. Что там творится в сковородке? Отлично. Смотрите, курица обжаривается, лук уже отдал свой сок, он уже выкипел, и лук тоже начал карамелизовываться. Значит, пора класть морковь. Ну, и сразу же перемешаю, чтобы она лела на дно под курицу. Ну, вот так вот. Вот теперь лук уже дошел до той стадии, когда он содержит примерно такое же количество влаги, сколько и морковь. Каждому овощу равные условия на кухне. А я тем временем займусь перцем. Он при тепловой обработке довольно быстро становится мягким, поэтому добавлять его буду после того, как лук и морковь в достаточной степени обжарятся. Вообще говоря, в кулинарии последовательность закладки продуктов потому и важна. Нужно знать необходимое время готовки для каждого продукта и представлять, соответственно, желаемую степень в готовом, в результирующем блюде. Так что пусть пока полежит в сторонке, а я займусь фасолью. Вот по вот этим вот краям идут такие достаточно плотные, ну назовем их нити, которые в готовом блюде будут достаточно неприятно попадаться на зубах, поэтому их лучше срезать. Как вы видите, блюдо откровенно летнее, однако все то же самое можно приготовить и зимой, если использовать замороженные овощи. Что там с луком моркови творится? Да, отлично. Можно выкладывать перец. Отрезаю хвосты вот так и носы. А стручки нарежу крупно. Они будут в готовом блюде, привлекать взгляд. Ну и отправлю все оставшееся на сковородку. Фасоль, зеленый горошек, протертые томаты и пряности. Лавровый лист, парочку, наверное, и сладкую паприку. Отлично. И все перемешать. Сейчас закипит. Подожду буквально 3-5 минут, чтобы ароматы лаврового листа и паприки по всему блюду распространились. И продолжим. Ну что, мы вышли практически на финишную прямую. Добавляю фидеус. Для тех, кто не видел первого ролика, поясню. Фидеус в Испании называют вот такие мелкие макаронные изделия. Специфика данного блюда в том, что паста добавляется именно в сухом виде и готовится в соусе. В результате пропитывается этим соусом гораздо сильнее, чем если бы я положил предварительно отваренную пасту. И так же, как в ризотто, по мере вкитывания соуса, сюда надо добавлять готовый насыщенный бульон и постоянно помешивать. Но бульона немного. Нам нужно не суп с макаронами получить, а пасту в густом, ароматном, очень густом соусе. Вы до сих пор еще бульон не делаете? А зря. Когда варите его, варите его побольше сразу и замораживайте. Хоть в пакетах, хоть в холодильнике. Он прекрасно выдерживает заморозку и значительно, просто вот в невообразимой мере расширяет весь спектр блюд, которые вы готовите. Вкусовой спектр. Насыщенный бульон – это концентрат, по сути, всех вкусов, ароматов. Да что я вас убеждаю? Попробуйте. И если, кстати, бульон у вас не соленый, то соль надо добавлять именно сейчас. И пробовать, пробовать, пробовать. Вот именно сейчас доводите блюдо до вкуса. Если у вас лук, морковь недостаточно сладкий и сахара не бойтесь добавить, если кислоты в помидорах было недостаточно, добавьте ее сейчас. Уксуса винного или яблочного, если он ароматный, только столового не надо плескать. Да и в конце концов можно даже лимонного сока добавить. Если хочется остроты, положите перца. И петрушки надо побольше. Спанцы вообще ее любой другой зелени предпочитают и продают просто-таки огромными вениками. Что там у нас с фидеосами? Отлично. Смотрите, какой густой соус, а? Пасту, конечно, лучше брать из твердых сортов пшеницы. Возьмете из мягких, и она может в кресте расползтись. Собственно, все готово. И заметьте, никаких морепродуктов. Обычная, стандартная курица. А ведь подобное блюдо можно сделать с любым мясом. Так что главное не набор продуктов, а набор технологий. Классно. Ну, представляете себе? Просто вкусная, очень насыщенная речо. А здесь вот это самое речо, только еще со вкусом курицы, такой поджаренной курицы, и с петрушкой. Петрушка решает. Вот я понимаю испанцев за их любовь к ней. Она нам дает очень мощный такой аромат. И вся вот эта паста, все эти макарошки мелкие пропитаны насквозь этим соусом. Это здорово. Попробуйте. Это супер технология. Обалдеть. Мясо здесь не главное. Главное соус. Ну и способ пропитывания пасты этим соусом. Попробуйте. Вам понравится. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.